Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Ключи от 17 карет скорой помощи и 11 школьных автобусов вручил сегодня глава республики и представителям городов и районов Карачаево-Черкесии. Карча, Биджиев, подробнее. Руслан Байрамуков, фельдшер с 7-летним стажем, выбрал этот род деятельности, потому что его отец спасал жизни, работая в скорой помощи. График немного напряженный, особенно во время пандемии было очень трудно, но мы справлялись, поставлены задачи. А новым каретам скорой помощи мы радовались, как дети малые, ведь наша работа будет легче, а люди будут получать качественную и своевременную медицинскую помощь, говорит он. В этой скорой помощи есть ИВЛ для искусственной вентиляции легких, есть дефибриллятор, все необходимые шины, всякие травматологические, реанимационные сумки, укладка скорой помощи. Каталка, все, в принципе, необходимое у них есть. Для Карачао-Черкесии было выделено 17 машин медпомощи, класса Б и 11 школьных автобусов. Современно специализированные автомобили будут направлены как города, так и отдельные сельские учреждения. За пять лет автопарк республики со спецтранспортом, учебных заведений и медучреждений пополнился на 131 школьный автобус и 73 кареты скорой помощи. На сегодняшний день парк обновился на 40%. Будем и дальше работать над этим, сказал Рашид Тимрезов. Мы сегодня вручаем кареты скорой помощи и школьные автобусы для детей. Это уже ответ очевиден. Но если не брать там город Черкесск, в основном все это пойдет в отдаленные населенные пункты нашей республики. За 2020 год было зафиксировано 123 тысячи выездов. За неполный 2021 год более 60 тысяч выездов, обслуженные машинами скорой помощи. Укладываемся в 20-минутный интервал времени, который у нас есть. Это и правила золотого часа, и транспортировка более удобна, и на сегодняшний день более качественное оснащение автомобилей для оказания первичной медицинской помощи. Обновление автопарка специальными машинами, оснащенными необходимым медицинским оборудованием, окажет существенное влияние на качество и оперативность оказания медпомощи. Каждый житель республики должен быть уверен, что при необходимости помощь им будет оказана своевременно, а школьные автобусы с комфортом позволят детям добираться до учебных заведений. Харча Биджиев, Расул Бердеев. Вести Карачаева, Черкесия. Сад без очереди. Сегодня в Черкесске открыли новые современные ясли в детском саду номер 35 «Росинка». На праздник для малышей прибыл и глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Старжества Альвина Ламкова. Новые ясли полностью готовы к началу занятий. Как для малышей, так и для их родителей начался новый период в их жизни. Первых своих воспитанников встречают яркий красочный фасад и любимые мультяшные герои. Как настроение? А настроение у всех праздничное. Как у самих гостей, так и у воспитанников детского сада «Росинка». Яркие эмоциональные выступления детей не оставили никого равнодушными. Дед Александр Синка стал одним из восьми построенных детских садиков в городе Черкесске. И, конечно же, все наши планы направлены на то, чтобы наши дети находились в хороших, достойных условиях. Это касается детских садов, школ, культуры, спортивных, образовательных учреждений. Конечно, социальных, медицинских. И здесь реализация тех национальных проектов, которые мы исполняем по поручению президента Российской Федерации. Партийные проекты «Единая Россия», они, конечно, направлены на самое главное, на улучшение качества жизни нашего населения. С добрыми пожеланиями к новоселам обратился и мэр Черкеска Алексей Баскаев. Затем состоялась торжественная церемония. После часть гостей отправилась на экскурсию. Рассчитаны ясли на 80 малышей. В новом пристроенном корпусе располагаются четыре группы с просторными спальными комнатами, игровыми, санузлами, а также зал для музыкальных и спортивных занятий. Для малышей – особые санитарные условия и требования к питанию. У нас дети хорошие, они кушают очень хорошо. Видимо, вкусно готовите? Нравится. 60 малышей уже получили путевки в Ясли. Одна из них – мама Маши Наталья Ашиская. Сидя в декрете, уже выхожу на работу, не жду трех лет. И выхожу на работу в этот же детский сад воспитателем. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов. Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok В черкеске ночью без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный и 5-10, температура ночью 9-11, а днем 21-23 градусов тепла. Спешите с 18 сентября в Кисловодском цирке уникальная программа «Экзотик-шоу Али Врувер». Ветские меха в Черкесске. Шубы по низким ценам в рассрочку. Куртка в подарок. Торговый центр «Панорама». Первый этаж. Скоро в школу классные столы по классным ценам. Весь сентябрь. От мебели белорусской. Ждем вас. Девчонки, они снова приехали. Шубы от «Снежки» в Черкесске. С 8 по 12 сентября. Горького 8. Рассрочка на 3 года. Без первого взноса и переплат. А меховой жилет в подарок. Продолжаем выпуск. Сегодня государственные награды из рук главы Рашида Тибрезова получили жителей республики, достигнувшим успеха в профессиональной деятельности. Мероприятие было приурочено в честь Дня Карачао-Черкесии. Церемония прошла во Дворце культуры Черкеска. Подробности у Мурата Джанкезова. Национальными танцами встретили Рашида Тимрезова участники Театра танца Государственной филармонии. А в зале торжеств собрались те, кто достигли успехов на профессиональном поприще. Внесли большой вклад в развитие самых разных областей. Каждый из вас достиг высоких результатов в своей профессиональной области. Внес достойный вклад в процветание и развитие нашей республики. Поздравляю вас с заслуженными государственными наградами. Просветание вам и вашим силам. Осуществление новых созидательных замыслов и проектов. Во благо тех, кто живет здесь сегодня и тех, кто будет жить завтра. Указом президента России за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством. Награжден директор республиканского филиала «Росгидро» Петр Кравченко. За самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, медалью Луки Крымского отметили девятерых медицинских работников. Благодарственные письма и почетные грамоты за подпись у Вадимира Путина вручены учителям и водителям. Этот праздник и полученные награды станут хорошим стимулом для дальнейшей самоотверженной профессиональной деятельности на благо нашей родной Карачаева Черкесской республики. Спасибо. Приятно отметить и нашего коллегу, запомнившегося яркими репортажами, корреспондента Пятигорской студии телевидения ВГТРК Андрея Чистякова. Он удостоен звания «Заслуженный журналист Карачаева Черкесии». Еще порядка двух десятков жителей республики. Также награждены почетным званием «Заслуженный» в самых разных сферах жизнедеятельности. У меня, получается, две родины малые. Это мой родной Псыш, где я родилась, выучилась, где живут все мои родные. И моя девяносто с чем-то уже лет моей маме живет. Никто из них не знает. И тот маленький Аул Кичебалык, где я работаю, это сегодняшний день, и они не знают. Но я думаю, для них всех это будет приятный сюрприз. В центре Вены старой будет памятник стоять нашему Умару. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Умара Хамидовича Хабекова. Командир десантников запомнился сослуживцем храбростью и остротой мышления. Его стратегические планы по уничтожению противника становились примером для других воинских частей. Командиры и рядовые брали с него пример и подружески называли его наш Умар. О доблестном сыне черкесского народа Фадима Даурова. Ибрагим Хабеков, полковник в отставке, близкий родственник, герой Советского Союза Умара Хабекова, один за другим из шкафа вынимает альбомы и документы. Более 40 лет Ибрагим Мордасович по крупицам собирал информацию о гвардии капитане Умаре Хамидовиче Хабекове. Весь материал – это архив о жизни и подвигах одного человека. А все началось с обрывка страницы журнала «Огонек», на котором были строчки из поэмы Владимира Федорова «Сказания о свирцах». Первая бумага, первая бумага, которая у меня была, это, что я рассказывал, вот «Огонек» был, журнал. Джумаль Мухамедович Карданов, учитель наш по истории, он мне дал оторванный кусок огонька, и там написано было. Умар, он спит в далекой Вене, а сердце в Раменском горит. На юге бьется терек в пене, бурлит и бьется о гранит. Годами ранее, до выхода в свет этой поэмы, в победоносном 45-м году на надгробном граните на центральном кладбище в Вене посмертно было высечено имя Умара Хабекова. Но сейчас с черно-белых фотографий на нас смотрит совсем молодой парнишка, с ясным взглядом, выражающим уверенность в себе. На боевых заданиях именно эта уверенность и точное стратегическое мышление комбата Хабекова не раз помогали одерживать победу над противником. 22-летний командир Умар Хабеков был признан мастером обходов мощных укреплений немцев. Сильнейшим стратегом он проявил себя на Карельском фронте. Тогдашний командир 301-го полка генерал-лейтенант Хасан Харази во время встречи с Ибрагимом Хабековым вспоминал. Харази, когда батальон формировал в полку, он Умар последним с госпиталя, с ранения вышел. И вот ему давал, третий батальон называл по форме, по цифрам, по порядку. Первый – Щукино, второй – Калоева. И вот учение, когда проводил, он рассказывал. Всегда, говорит, Умар первым решение делал, поставленную задачу выполнял. И когда, говорит, даже еще те батальоны думали, а он уже с готовым решением докладывал мне, говорит. На подходах к Вене в боях за городок Лизинг стрелковый батальон Умара Хабекова направляется в обход. Цель – взять его и ударом с фланга обеспечить выполнение боевой задачи полка. Позже, характеризуя действия батальона, командир полка, подполковник Малеев напишет в наградном листе на Умара. Поставленную задачу товарищ Хабеков выполнил блестяще. 10 апреля в боях за столицу Австрии стрелковый батальон гвардии капитана Умара Хабекова в составе 301-го гвардейского полка форсировал Дунайский канал. В этот же день командир получил смертельное ранение от взрыва артиллерийского снаряда. Совсем рано оборвалась жизнь Умара Хабекова. Ему было всего 23 года. Ненавистную похоронку получила супруга героя – Людмила Иларионовна. Со своей будущей женой комбат познакомился, находясь в военном госпитале, где Людмила ухаживала за ранеными, будучи медсестрой. Красивая, яркая, живая, с озорным блеском в глазах Людмила сразу привлекла внимание солдата. Чувства оказались взаимными. Военное время, когда каждый день мог оказаться последним, было решено не тянуть со свадьбой. Людмила до конца жизни хранила память об Умаре. Даже вступая во второй брак, она так и не сменила свою фамилию – Хабекова. Она на фотографии, на это все, ее документы, все были Хабекова. Вот она рассказывала, когда мы выходили замуж. Ну, я выходила замуж, говорит, он же. И он, Алексей Михайлович, рассказывал, что между нами будет у Маргарет всегда. Доблестный сын черкесского народа похоронен на центральном кладбище в Вене. Имя отважного комбата-гвардейца носит 8-я школа города Раменская Московской области, главные улицы родного аула Умара Хабекова, Малый Зеленчук и районного центра аула Хабез, а также педагогический колледж в Черкесске, в котором обучался сам Умар. Образ легендарного комбата стал символом мужества и доблести. Солдат Победы бессмертен подвигом своим. Фатима Даурова, Ислам Рума, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все Вести. До встречи и хороших вам выходных. Субтитры подогнал «Симон»!